После смерти отца Иоанна, до самой революции, все его дневники, написанные во время службы в Кронштадте, будут храниться в Петербургском Свято-Иоанновском монастыре. Нам удалось выяснить, что расшифровкой дневников Иоанна Кронштадтского занимается его родственница Тамара Ивановна Арнацкая, и живет она здесь, в обычной петербургской многоэтажке. Именно дед Тамары Ивановны, священник Иоанн Арнацкий, когда-то был главным хранителем дневников Великого Батюшки. Когда власти новые советские пришли отбирать их в монастыре в 1922 году, он отдал те дневники, которые каким-то образом вошли или в печатные труды отца Иоанна. Но мало кто знает, что дед Тамары Ивановны отдал не все. 12 тетрадей священник спрятал у себя дома и завещал своей жене беречь их, как синицу ока. Тамара Ивановна, когда в первый раз в жизни вы увидели дневники Иоанна Кронштадтского? Я была в классе в 6-7, и жила я тогда в комнате, ну, после войны сразу, это было в комнате у бабушки своей. Я увидела эти дневники у бабушки в тумбочке, но она тут же закрыла тумбочку и сказала, трогай технику. То есть не давала смотреть? А через два года в дом пришел человек, который представился знакомым священника Арнадского и попросил показать спрятанные дневники. Она доверила ему, поскольку у него была жизнь, в прошлой жизни он был связан с Иваном Арнадским, священником. И она ему доверила эти дневники, и после этого их никто не видел, не слышал. А какие дневники пропали бесследно? Пропали, пропали все поздние, но больше половины пропало. Больше половины пропало? Да, поздние дневники очень острого содержания, говорят, негодившиеся властям. Советская власть явно хотела сберечь в тайне записи Иоанна Кронштадтского. Но мог быть и другой интерес – разгадать секрет огромного, непостижимого влияния на людей, которым пользовался святой отец. Они его не воспринимали как такую великую, универсальную в какой-то степени религиозную личность. Они его воспринимали в понятных им категориях, как человека, который подчиняет своему влиянию необразованную по преимуществу толпу. В конце 19 века Кронштадт из мрачного и забытого богом города превращается в место паломничества людей со всех концов России. В Андреевский собор на службу отца Иоанна собираются по несколько тысяч людей ежедневно. В огромном количестве приходят письма и телеграммы. Сегодня это сложно представить, но к Кронштадтскому с просьбами обращались даже в телеграммах. Достаточно было написать адрес Кронштадт, Андреевский собор Иоанну Кронштадтскому. И исцеление действительно наступало. Русская церковь идет на невероятный шаг. Петербургская консистория дает Кронштадтскому исключительное право проводить общую исповедь. Он был личностью, которая нарушала сложившийся порядок. Ведь никому не ходило столько народу. Никто не практиковал общую исповедь. А куда ему было деваться, когда к нему приходили сотни, а временами и тысячи людей? Он не мог физически отисповедовать каждого. Кто оказывался в этой стихии, он либо убегал, либо сам начинал каяться. И люди плакали. Потом, после этой исповеди, полы в Андреевском соборе мыли слезами покаявшихся людей. В начале 20 века каждое слово Иоанна Кронштадтского воспринимается как откровение. Его особенно почитает императорская семья и сам Николай II. Но самого страшного предсказания почему-то никто не слышит. Отец Иоанн Кронштадтский говорил и говорил много о том, что царство российское колеблется, шатается. Что если власти не проявят твердость, не проявят решительность, то царство погибнет. Через несколько лет, уже когда святого отца не будет в живых, станет понятно, о чем он пытался предостеречь свою страну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже близко то время, что восстанет брат на брата. Сын на отца, отец на сына и прольется много крови на русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России. Изгнанники вернутся в родные края, но не так скоро. Своих мест не узнают и не будут знать, где их родные похоронят. Ведение было 25 октября. Мы знаем, что произошло в этот день в истории России в 1917 году. Говорят, что Кронштадтский все-таки записал это свое страшное пророчество в дневник. Откуда же про него знают? Ну, во-первых, не все дневники сохранились. Во-вторых, кое-что отец и он мог говорить во время своих проповедей. По крайней мере, у нас есть неоспоримое свидетельство того, что он предвидел не очень хорошее будущее России. Почему крест на стене советского общежития вдруг начал проявлять целительную силу? Какое чудесное явление произошло в Ленинграде в июле 90-го? И что все-таки записал в свой последний дневник Иоанн Кронштадтский? 14 июля 1990 года. В Ленинграде, в недавно открывшемся Свято-Иоанновском монастыре, проводится церемония прославления отца Иоанна Кронштадтского в лике святых. Это первое деяние новоизбранного патриарха в Сеяруси Алексея II. На церемонию собираются тысячи людей. Я помню день прославления в Иоанновский женский монастырь. Рядом с монастырем построенный помост. Там располагался хор. И было несколько человек, в том числе и почетных гостей на помосте. Надо сказать, что в тот день даже на крышах соседних домов были люди. Это был удивительный праздник. Это было что-то невероятное. Не будем забывать, что это 90-й год. Правящая партия коммунистическая. Идеология, несмотря на все изменения и перестройки, коммунистическая. Идет молебен. Неожиданно раздается громкий треск. Доски по мосту ломаются. Люди собирают. Секунда. Другая. Но ничего не происходит. Помост чудом не рушится. Через несколько мгновений патриарх продолжит молебен. И хор продолжал петь, но как бы уже не на помосте, а внизу этого помоста оказавшись. Безусловно, это был знак. Может быть, такой глобальный знак изменения. Иоанна Кронштадтского еще при жизни народ считал святым. Почему же его канонизировали так поздно? Канонизировать при жизни нельзя, только после смерти. Но мы все хорошо знаем, что после смерти Иоанна Кронштадтского Россию трясло как в лихорадке. Тут и Первая мировая война, и гражданская, и революция, не до канонизации. А потом 70 лет атеизма. Вряд ли раньше 90-х годов можно было говорить о канонизации. А почему церемония канонизации проходила в Петербурге, а не в Кронштадте? Возможно, это связано с трагической судьбой погребения Иоанна Кронштадтского. После смерти отец Иоанн Кронштадтский был погребен в Свято-Иоанновском монастыре в Санкт-Петербурге. В советские годы монастырь превратили в общежитие миллиардативного техникума. Вход в усыпальницу Кронштадтского замуровали, а гробницу забетонировали. Надо отметить, что к гробнице отца Иоанна Кронштадтского после 1923 года церковь отношения не имела. Власть практически насильно, жестко уничтожила монашескую жизнь в этом монастыре. Но уничтожить веру в силу великого русского батюшки, как называли Кронштадтского при жизни, советская власть все-таки не смогла. Помогает вам Иоанн Кронштадтский? Если бы не батюшка Иоанн, то вряд ли бы я сейчас жила. Это действительно глубоко, потому что у меня очень серьезное заболевание. Были какие-то чудеса в жизни? Да у меня вся жизнь, когда я в храм пришла, чудо. А я от него пережила два чуда, и дальше надеюсь на его поддержку и помощь. И через что получу. Кто-то из верующих еще в советское время выбил в камни вот этот крестик. Там внизу мощь Иоанна Кронштадтского. Достаточно просто прикоснуться к стене, поставить свечку и попросить об исцелении. Святый Иоанновский монастырь вновь открылся только за год до канонизации отца Иоанна. Тогда же восстановили и усыпальницу, где когда-то был захоронен великий проповедник. Сегодня монахи нестарательно ведут учетную запись чудес, которые здесь происходят. Тайны исцелений, как правило, мало кому открывают. Но для нас сделали исключение. У меня в руках та самая тетрадь для записи чудес помощи Божьей, помощи Иоанна Кронштадтского. И последняя запись здесь датируется 27 декабря 2005 года. Здесь говорится о чудесном исцелении сестры одной из прихожанок. Не по скриптам, но тут написано. Врачи сказали, что это чудо. С такими болезнями люди просто не живут. Зарубежное православие канонизировало отца Иоанна в 1964-м. В Советском Союзе пришлось ждать еще почти три десятка лет. Мысль о его, так сказать, прославлении, как-то так подспудно возревала, но просто не успела осуществиться. Святым можно быть уже при жизни, но церковь может признать тебя святым после твоей смерти, потому что церковь смотрит, как ты прожил жизнь. Канонизация состоялась в 90-м. Многие предполагали, что сразу вслед за этим событием будут открыты и неизвестные дневники Иоанна Кронштадтского. И самое главное, его последняя тетрадь. Однако, это произошло только спустя 10 лет. Мы все-таки нашли этот предсмертный дневник. Он оказался небольшой книжкой, и никаких явных пророческих слов на его страницах, кажется, нет. Возможно, мы искали напрасно. Он не имел второго дна, я так думаю. Ему незачем было иметь это самое второе дно. Поэтому искать какие-то тайные смыслы мы можем. Но найдем ли? Вопрос без ответа. Многие уверены, что великий русский проповедник все-таки должен был оставить пророчество о будущем своей страны. Но где они могут быть, никто не знает. Тамара Ивановна Орнацкая не исключает, что самые важные для нас мысли Иоанна Кронштадтского в тех самых, таинственно утраченных, 12 тетрадях. Мы пытались семью искать. Кто-то нам сказал, что они попали у нас в музей революции, в домик Шесинской. Туда ходили мой сын и брат, там их не оказалось. Мы думали, что они отдали их в архив. Но это, конечно, в те времена не было такого. Они исчезли бесследно, это можно сказать, с уверенностью. Почему так многие до сих пор старательно ищут пророчество Иоанна Кронштадтского? Может быть, потому что людям хочется верить, что есть кто-то, кто все знает, предвидит и может их предупредить. Но ведь с Кронштадтским это же не оправдалось. Как знать? Может быть, мы просто не услышали то, что должны были услышать. Известна заключительная строчка последнего дневника Иоанна Кронштадтского. Это самое главное, что хотел сказать потомкам Великий Святой. Но сумели ли мы расшифровать и понять тайну этих слов? Ибо одна милостыня искренне способна спасти души наши. Конец дневника. Конец дневника. Конец дневника. Конец дневника. Продолжение следует...